Все мы знаем, что наша печень может восстанавливать себя сама. Поэтому мы не так уж сильно переживаем за ее состояние. Это отчасти оправдано, ведь природой этот орган наделен фантастической способностью к самообновлению. Что надо включать в рацион, чтобы печень была, как би 20 лет. Что необходимо есть, какие продукты помогут очистить печень от жира. Почему сыворотка является очень лечебной и полезной для печени. Сыворотка помогает выводить токсины из организма, налаживает микрофлору кишечника, устраняет повышенное газообразование и нормализует вес. К тому же она насыщена пептидами, именно за них скажет вам спасибо печень, ведь они ускоряют восстановление ее клеток. Обычно организм сам успешно справляется с вырабатыванием пептидов, однако с годами их синтез заметно снижается. Поэтому наша задача помочь организму компенсировать их недостаток, тем более что это доступно для всех нас. Человеческая печень – это один из самых главных органов человека. Он выполняет около 30 биохимических функций. Этот орган способен восстанавливаться, но его возможности не безграничны. Причины загрязнения – печень, это орган детоксикации, ответственный за очищение организма от продуктов обмена, лекарств и токсических веществ, например алкоголя. Одна из главных причин болезней печени – алкоголь. Этиловый спирт разрушает клетки, которые отвечают за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Из-за этого сначала печень увеличивается в размерах, а затем появляется хроническое воспаление. Сказывается также неправильное питание, особенно вредны переедания, жирная и сладкая пища, фастфуд. Другие частые причины хронических заболеваний печени – вирусные инфекции и воздействия токсинов, в том числе из-за работы на вредных производствах. Основная проблема в том, что большинство заболеваний печени протекает бессимптомно. Нет ни одного специфического симптома, который бы указал на ранее проблемы с печенью. Необратимые процессы, ведущие к циррозу, человек вряд ли заметит, пока не дойдет до точки невозврата. Стоит немедленно обратиться к врачу, если у вас желтушность кожи и глаз, боли в правом подреберье, отеки ног и лодыжек, кожный зуд, темный цвет мочи, бледный или кровавый стул, хроническая усталость, тошнота или рвота, потеря аппетита, склонность к образованию синяков без внешних воздействий, например, ударов и других травм. Если ваша печень пострадала не сильно, а вы хотите чувствовать себя легче, то самое простое, что можете сделать, это перейти на дробное и сбалансированное питание. Пациентам с заболеваниями печени врач назначает специальную диету, направленную на регенерацию тканей органа. Самое главное, учитывать соотношение белков, жиров и углеводов. При этом животные жиры нужно заменить на растительные, а также питаться дробно и исключить голодание. При диете можно есть нежирное отварное или тушеное мясо, отварную, запеченную или тушеную рыбу судака, треску, навагу, ледяную. Молоко и молочные продукты, овощные, крупные или молочные супы, овощи и блюда из овощей, ягоды, пастилу, мед, варенье. Ограниченно можно есть яйца, помидоры, сливочное масло, сыр, вареную колбасу, икру. Под запретом, красное мясо, копченые и острые продукты, шоколад, специи, трансжиры, продукты с высоким содержанием сахара или фруктозы. Также стоит исключить из рациона жареную, сильно соленую пищу, консервы, крепкие мясные бульоны. При избыточном весе нужно сократить суточный колораж на 500-1000 калорий. Делать это необходимо после консультации с врачом. Подбирать рацион также желательно со специалистом. Для чистки печени необходимо также пить достаточное количество жидкости, 30 мл на каждый кг веса. Можно пить зеленый чай и травяные отвары. Проводить чистку печени можно не всем, и ее запрещается делать, в острых фазах холецистита, панкреатита, гепатита и при вирусных заболеваниях, при обострении хронических болезней, при камнях в желчном пузыре, нарушении оттока желчи при беременности и в период лактации при сахарном диабете. Если видео было полезно, не забудьте подписаться на канал. Мы благодарим вас за внимание, будьте щедрыми и делитесь роликом со своими друзьями. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения.